Новые технологии сменяют привычные перевязки. В отделении гнойной хирургии 8-й горбольницы вместо бинтов в рану помещают специальную губку. Под давлением она выжимает из организма гной. Сейчас этот процесс переживает пациент с флегмоной бедра, воспалением без четких контуров. Эта дренажная трубка из раны соединена с контейнером, который подсоединен к аппарату отрицательного давления. Таким образом, по системе этих трубок в этот контейнер будет отходить их сюда от из раны. Если воспалительной жидкости много, прибор работает в круглосуточном режиме. В сравнении с бинтами, которые применяли прежде, сейчас пациент переносит минимум манипуляций, а значит боли тоже испытывает меньше. В этой больнице, где принимают первичных пациентов гнойной хирургии, аппарат приобрели пару месяцев назад. Среди новинок и еще одна технология – управляемая бактериальная среда. Выглядит как надутый пакет, где искусственно ускоряется очищение ран. Все вместе это вдвое сокращает время лечения. С обширным объемом раны больной может находиться и месяца полтора. А здесь мы можем в краткие сроки, примерно в 7-10 дней, сделать эту рану чистой, подготовить к пластическому закрытию. Восстановили кожные покровы и еще дней 5-7 условно и можем написать на амбулаторное долечивание. За год отделение принимает около 10 тысяч человек. Это пациенты с воспалительными инфекциями, атеросклерозом, сахарным диабетом. Последник, по словам заведующего отделением, большинство. Все они, как правило, тяжелые больные, но такие технологии уже спасают диабетиков от ампутаций. В целом, подчеркивают врачи, новые аппараты применяют к большинству пациентов. Две трети. Ну то есть вот вы видите, в коридорах больных, которые идут, практически нет. Они почти все лежат. Врачи надеются, что теперь поток пациентов, которым будет оказана помощь, увеличится как минимум вдвое. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.